Сформулируем и обсудим органическую задачу региона, посмотрим, почему же так случилось, что перестаря все будет хорошо вдруг, и вдруг выяснилось, что надо делать все сначала, потом свяжем эту задачу с полуэнерфортом, полуэнерфортом на границу, и, собственно, посмотрим, в чем же, как эта техника может помочь. Может, потому что неизвестно, может быть, только людей, которые не спухают в последние годы, а потом мы с вами наберем смелость и докажем теоретически. Так, мы начнем с одного вопроса, который у нас остался в прошлый раз, значит, сложение мер. Так, у нас мер на лимбовском носферу. Давайте напомним, что берется их личная сфера, и лимбовому выпуховому телу ставится в соответствие региона. Следующим образом, мы берем великое множество, достаточно хорошее, допустим, открытого множества на сфере, и смотрим за радиус вектор. В это время каждому радиус вектор мы ставим в соответствие перпендикулярную ему плоскость. Вектор личной нормали должен совпадать с этим радиус вектором. В каждой плоскости ему соответствует множество точек касания. То есть это допорная плоскость, множество, причинность границы. И когда у нас радиус вектор пробегает это задное множество по сфере, а плоскость поворачивается, закрашивает такое множество на границе глубокого тела, вот площадь этого множества равно по определению меры этого множества на личной сфере. Таким образом, у нас на обычной сфере задана мера. Эта мера будет атомарная, конечная, если точно в конечном числе точек, тогда и только тогда когда-то многогранник. Многогранник, значит, каждому выпуклому телу соответствует своя мера. Не каждой мере соответствует выпуклому телу, а только той, которая удовлетворяет условия тела Менковского. Значит, у нас интеграл по сфере от xdμ должен быть равен mu. Значит, x – это радиус-вектор. Давайте, можно n даже поставить на него, чтобы не согласовывали обозначение. А радиус-вектор мы интегрируем по всей единичной сфере. Можно считать, что единичная сфера будет на много-много кусочек. В каждой из них у нас, в каждой из них измеряем, в каждой из них отнесли этот мер. И получается, что мы имеем условия существования интегрального многогранника, многогранника, который приближает данную выпуклую поверхность. Мы можем, естественно, эти меры складывать. Какое-нибудь отношение сложения мер к сложению по Менковскому? Ну, в R1. Сразу у кого-то примем мер в R1, R2. Мы возьмем две меры на сфере и их сложим. То-бишь, на единичной окружности, если бы вам два. Я, то-бишь, на две единичной окружности просто так удобно. Так, первая мера у нас – это четыре точки. В каждой точке мира единица. А что будет соответствовать, какое тело будет соответствовать? Ну, квадрат. С какой стороны? Один. Слушаем. Значит, у квадрат со стороны один есть четыре внешние нормали. Это как раз вот эти четыре внешние нормали. И вес каждой точки, мера каждой точки – ровно. Площадь пересечения – это одномерная точка. То-есть, длина. Отмечательно. А вторая мера у нас будет равномерная. Вот. Равномерная мера на окружности – это маленькая эта мера, одна десятка. То-есть, мера всей окружности будет одна десятка. Равномерно по всей окружности она распространена. А что будет ей соответствовать? Какой группа квадрат? Окружность. Ну, маленькая будет, да? Ну, вот, радиус там одна десятка. Если мы сейчас сложим и посмотрим, что будет. Итак, g от му-1 плюс g от му-2. Значит, это у нас квадрат, а это у нас маленькая окружность. Если мы сложим по методскому, просто по определению, мы получим такую вещь. Значит, мы должны взять квадрат единичный и центром этой окружности нарисовать контур этого квадрата. Таким образом, то, что получится, то и выйдет в ответе. Значит, у нас получится квадрат, четыре окружности по углам, и замыкаем это четырьмя отрезками. Так что получается вот такое множество. Оно состоит из четырех дуг окружности и четырех отрезков. Вот у нас сумма окружности и квадрата, круга и квадрата поминдорского. Будет ли это равно g от му-1 плюс му-2? Ну, давайте посмотрим. Значит, если мы сложим две эти меры, у нас должно быть выпуклое тело, у которой на четырех таких основных направлениях будут опорные плоскости с площадью причины единицы, они есть. Так. А в остальных, во всех направлениях, будет равномерное, как в пересечении, суммы, равной длине, вот этой маленькой мере. Да, это так и есть. Вот они четыре окружности. Эти четыре, четыре четверти окружности составляют всю окружность. Мы как бы разъяли окружность маленькой на части и все эти четыре части поместили по углам. Так что, действительно, в этом случае у нас получается равенство. Если мы сложим меры, у нас в точности получится сумма поминдорского. И вообще, на самом деле, не очень сложно доказать, что для любых на плоскости, для любых мер на окружности это будет так. Ну, можно сначала доказать, например, для многоугольников, а потом сказать, что многоугольников можно привлечь в любой группе. А вот для пространства уже нет. Для пространства, как было правильно сказано, так называемое сложение пляшки, мы не будем подробно в эту тему удаляться, мы только хотим убедиться, что действительно нет. Если мы сложим две меры, это не будет мера-сумма угольства тела. Куб и сфера. Куб и сфера. А почему не будет? Потому что там будут из блоков вот такие цилиндры. Совершенно верно. Совершенно верно. Любой многогранник можно сложить со сферой, но давайте куб. Давайте куб. Значит, у нас первая мера на трехмерной сфере – это просто вершина. Это даже не вершина куба, а шесть, да, у нас внешний нормальный – это шесть направлений. Значит, шесть точек на сфере, и в каждой у нас мера, допустим, единица. Шесть точек на сфере. Вторая мера, значит, здесь везде по единице. Вторая мера равномерная, и пускай будет маленькая. Сложение. Что мы получили в результате? Значит, здесь, между прочим, у нас сумма радиуса векторов на массу равна нулю. И здесь, конечно, тоже интеграл в асфере равна нулю. Так что все нормально. Значит, каждый из них соответствует своему букву и телу. И сумма тоже удовлетворяет тому же самое соотношение Мельковской. Значит, тоже соответствует какой-то букву и телу. Значит, первым, естественно, соответствует куб. В втором, естественно, соответствует маленькая сфера. Вот если мы теперь сложим куб и сферу, мы обнаружим, что в сумме получается не то же самое. Значит, действительно, по углам возникают маленькие сферочки. То же самое, как в примере с квадратом. Так. А сверху возникает крышка, которая равна грани куба. То есть, действительно, все хорошо. У нас, значит, каждому направлению перпендикулярному грани куба возникает здесь масса равна единице. Угу. Угу. Но вот с ребер возникают цилиндрики. Угу. То есть, на самом деле, если мы сейчас сложим куб и сферу, значит, g от мю 1 плюс g от мю 2, у нас получится вот такая вещь. У нас получится мера, соответствующая кубу, 6 точек. И дальше будут, значит, равномерные меры, естественно, потому что все эти сферы, их 8 штук, они все сложатся в одну маленькую сферочку. Так что равномерная мера на сфере будет. А еще, кроме этого, будут вот такие цилиндрики с каждого ребра. Таким образом, у нас вот здесь еще возникнут какие-то дуги больших кругов, которых не было раньше. Так что, действительно, здесь со сложением мир, начиная с трехмерного пространства, дело обстоит немножко сложнее, чем просто с ун-дор-любов. Мы к этому вернемся, нам это пригодится. А сейчас давайте сразу начнем с задачи Ньютона. Очень, кстати, полезно упражнение понимания мер Минкруцкого, понять, что будет соответствовать вот такой мере. Равномерная мера на сфере, ну, скажем, общая мера единица, и с верхнего и с нижнего полюса по единице. Вот два атома и равномерная сфера, что это не за фигурой? Какая-то будет, ведь интеграл равен нулю, да? Сумма двух масс равен нулю, и с интеграл. Так, это задача Ньютона. Аэродинамическая задача Ньютона состоит в отыскании поверхности наименьшего сопротивления. При поступательном движении, в однородной среде, с температурой, если к абсолютному нулю. Мы считаем, что температуры нет, что молекулы вещества не двигаются. Сразу скажу, что эта абстракция, она, в общем, легко преодолевается. На самом деле, и с нулевой температурой решение задачи не на много сложнее. Ну, будем мы это... Да, что-то надо, конечно, задать про саму поверхность. Ньютон рассматривал задачу в такой формулировке. Поверхность должна в основании содержать круг радиуса r, и высотой быть равна h. То, что в основании надо ограничить основание, не может быть основание очень маленькое, это понятно. Это естественно. Почему надо ограничить высоту? Почему нельзя среди разных высот искать поверхность наименьшего сопротивления? Это мы... Нам стоит очевидно буквально через пять. Удобно здесь в основании располагать сверху. Вот основание радиуса r. И вот поверхность. Выпухлая поверхность. Значит, среди выпухлых поверхностей... Выпухлых, я забыл поменять. Высоты h. Если мы представим себе, что на поверхности есть какой-то маленький плоский участок... Ну, допустим, что мы эту поверхность приблизили многогранник. И все мы разобьем на маленький плоский участок. Вот этот участок с номером I. И площадь у него равна SI. То оказывается, что сила сопротивления, которое именно этот участок оказывает нашей, значит, двигающейся среде... Равна SI умножить на косинус Q альфа ИТ. Альфа — это угол между поверхностью и горизонтальной плоскостью. Ну, или можно считать, что альфа — это угол между вертикальной плоскостью и внешней нормальной. N, I, T. А вот горизонтальный вектор E — это вектор одинаковый. Тут все равно, что тело движется в поверхности, что поверхность стоит на месте, и частички среды движутся навстречу данному телу. Мы будем считать, что среда составила равномерно движущейся молекулы. У каждой молекулы масса M, и она движется со скоростью V. Значит, все молекулы двигаются, стукаются о поверхность. И наша первая задача — понять, что действительно сопротивление будет пропорционально для... Ясно, что пропорциональная площадь — это, конечно, если мы возьмем еще один такой кусочек, то в высоте момент два раза вырастет. А вот то, что пропорционально — почему-то 80 в кубе. Здесь надо пильнуть, что на самом деле наблюдение природы и даже наблюдение окружающей техники не дает нам никаких подсказок при ответственном вопросе. Ну, у птицы, у них у всех разная форма. У рыб, вообще говоря, тоже разная форма. В операре мы все были и видели, что рыбы даже быстро плывущие нет. У раки их разная форма, торопились. Есть еще такая вещь, как летающая тарелка. Кстати, летающая тарелка у нас тоже появится напоследовательно. Да. Я не видел такую мощную статью про то, что если горящий шарик на большой скорости уход упустить, то он будет ускорять вокруг себя. Но будет образовываться пузыль. Да, пара вот такой формы, как раз. Да. Фомешек-тарелка. А, ну, потом скажешь себе, я не видел, собственно, у тебя где не получается. Ну, вот именно так у Ньютоновской, да? Да, когда мы получим шесть задачи, да, то он, значит, заделся на такой-то. Поэтому, вообще говоря, решение здесь неочевидно. И, на самом деле, ответ, полученный Ньютону, он очень неприятный. Это не полусфера, это не конус никакой. Такая, в общем-то, такая вполне себе такая странная фигура, которая больше, кроме какой-то задачи, нигде не появляется. Так, ну, начнем. Итак, вот у нас кусочек поверхности. Вот его внешний нормаль, НПТ. И какая-то одна молекула удаляется. Молекула вертикальная со скоростью В. Значит, сила, F нулевая сила, с которой одна молекула действует, одна молекула действует на эту поверхность, она равна изменению импульса делить на время. В данном случае, это минус изменения импульса делить на время. Время будет тау. Потому что нас интересует не сила, с которой действует поверхность на частицу, а наоборот, по третьему закону, и просто сила, с которой частица действует поверхность. Так что мы первым из них выбросим со знаком минус. Так. Хорошо. Значит, ударяется... Вот наш импульс МВ. А под углом альфа альфа-итерн здесь. Выходит также под углом альфа. Естественно, что скорость не меняется. Начальный импульс направлен вертикально. Конечный импульс направлен к углевой линии. Естественно, нас интересует из соображений симметрии только вертикальная составляющая. Дельта П. Вот она. Так что, в данном случае, эта вертикальная составляющая будет равна всему импульсу минус вот этот отрезок. Значит, получается, это Дельта П на... Получается, это МВ на единице минус косинус 2 альфа-итерн. Делить на так. Так. Мы умножаем просто на косинус 2 альфа-итерн, да, и зеницево читаем. Ну, таким образом, это 2МВ на косинус квадрат альфа-итерн на так. Это уже одна молекула. Значит, косинус квадрат уже появился. Хорошо. Теперь надо понять, сколько таких молекул дарится за время талла. Это уже легче. Значит, вот эта наша пластинка. Ну и сколько там молекул дарится, значит, все молекулы, которые за время талла долетят до поверхности, именно до этого кусочка, они расположены вот в таком параллепипеде. У параллепипед – это площадь эс-ита, площадь грани. Это даже не параллепипед. То есть мы не обязательно взяли прямоугольный участок. Здесь могла быть какая угодно плоский кусочек. То есть это вот цилиндр. Площадь основания эс-ита, а высота – это даже не высота, а как бы она не перпендикулярна. Ну вот вертикальное ребро этого цилиндра, оно равно тал на В. И нам нужен объем этого цилиндра. Можно, конечно, сейчас опустить высоту. Она не совпадает с вертикальным правилами, она будет опускать. Но здесь, по-моему, проще сделать по-другому. Просто взять проекцию вот этого цилиндрика на горизонтальную плоскость. Вот проекция основания на горизонтальную плоскость будет иметь площадь эс-ита, и умножить на космус альфа-ита. Я там в другом месте напишу. Еще раз. Значит, эс-ита штрих равно эс-ита на космус альфа-ита. Ага. Ну а, значит, все вертикальные отрезки можно поставить, как они и были. Объем получившегося цилиндра, он равен объему первоначальному цилиндру, по принципу к варьеру. Мы как бы все отрезки вертикальных скоторостных цилиндров снесли вниз и поставили на основание. При этом объем остался тот же самый. Так что объем – это просто площадь основания на высоту. Итак, объем – это есть эс-ита умножить на космус альфа умножить на тау-В. Это объем. Ну и количество частиц, естественно, можно этот объем умножить на n, на плотность, то есть на концентрацию этих частиц. Значит, эс-ита умножить на космус альфа-ита на тау-В на концентрацию частиц, на то, сколько их единиц объема. Ну, теперь можно все и перемножить. Итак, у нас эс-ита. Мы берем из одной частицы вот такую силу. 2m-В космус квадрат альфа-ита делить на тау. И умножаем на вот такое количество частиц. Значит, на эс-ита ро космус альфа-ита умножить на тау-В. Время благополучно сокращается. Действительно, у нас получается скорость у нас в кубе. Ну, кстати, мы еще и выявили замечательный закон, что фронтальное сопротивление пропорциональна квадрат скорости. Да, у нас получили скорость в квадрате. Ну, скорость здесь постоянно у всех частей. Нас она не интересует. Мы получили вот такую штуку. Ну, конечно, здесь надо умножить какую-то константу. Давайте будем уже через c нулевое. Здесь нет неравенства, просто, конечно, пропорциональности. Итак, у каждого элемента поверхности вот такое сопротивление. Если у нас, например, здесь многограннее, то надо просто по всем граням сложить вот такие штуки. Значит, косинус угла, который образует внешний нормаль, косинус угла с вертикалью, в кубе умножить на площадь. Ну, а константа c нуля на низ где одинаковая. У нас здесь просто дана. Можно по-другому это выражать. Иногда он будет пользоваться другим выражением. Нам иногда будет удобно делать это не в терминах площади кусочка, а площади его проекции. Площадь и проекции этого кусочка. Это свитая штриха. Значит, свитая штриха – это проекция и этого кусочка на вертикальную плоскость. И тогда будет не просим склупокосность квадрата. В разных ситуациях можно будет использовать этапы. Отсюда сразу же понятно, что в формулировке задачи Ньютона нельзя брать слишком большую высоту. По одной простой причине. Вот у нас основание R, а вот высота H. Если мы эту высоту будем угонять в бесконечность, угол альфа будет стремиться к 90 градусов, но косинус будет стремиться к нулю. Так что если мы будем брать все более длинный конус, не меняя его основание, то сопротивление будет стремиться к нулю. Просто согласно этой круги. S и T штрих остается постоянным. То есть у нас получается, что S штрих – это основание, это круг. Ну а вот косинус квадратская метис к нулю. Поэтому здесь жестко фиксировано основание, круг данного радиуса и высота H. сам Ньютон рассуждал следующим образом. Такое полное хорошее решение Ньютона мы просто увидим в следующий раз. Оно полезно будет тем, что там используется конструкционное отчисление, которое вообще, так сказать, сейчас используется повседневно, у вас даже пример такой будет в четвертом курсе. Но вот он даже начинался именно тогда, в конце XVII века. Кое-что из конструкционных числений мы пройдем. Но пока, вот забегая вперед, решение Ньютона, оно было устроено таким образом. Ньютон говорит, ну давайте представим эту поверхность, как поверхность вращения какой-то кривой. Ну поскольку поверхность выпуклая, значит, можно считать, что это выпуклая функция. Давайте ее обозначим Х от Т. Значит, соответственно, Т – это наша ось. Х от Т – это график Ньютон-Функция. Тогда, взяв две точки, близкие друг к другу, Т и Т плюс ДТ. Значит, Д – это маленькое приращение Т. И взяв соответствующие две точки на графике, мы получим такое колечко между двумя окружностями. И посмотрим, чему равно сопротивление этого колечка. Если мы считаем, что точки взяты достаточно близко друг от друга, можно считать, что это колечко, оно такое плоское. То есть оно, как если это такой маленький усеченный конус. Угол альфа, который плоскость, боковая поверхность колечка образуется горизонталью, можно посчитать таким способом. Значит, ну, это практически угол касательный, горизонталью. А касательный у нас имеет двухловой коэффициент производный. Значит, косинус квадрат альфа – вот что нам нужно. Косинус квадрат альфа – это есть единица делить на единица плюс тангенс квадрат альфа. А зачем нам нужен танг? И совсем же тангенс – это производная. Это есть единица делить на единица плюс х точка в квадрате. вот получается угол такой а площадь мы площадь сейчас мы воспользуемся второй формулой посчитаем осетный шрифт площадь проекции какова площадь проекции этого колечка мы сейчас горизонтальную плоскость просто вытащим из плоскости доски поставим вот так у нас плоскость доски значит у нас есть маленькое колечко радиусом t и у нас есть более широкое колечко радиусом t плюс dt колечко между двумя этими окружностями это как раз с штрих это то что нас интересует ну и площадь с штриха конечно приблизительно равна длине длине окружности 2пх ой 2пт умножить на dt умножить на ширину кольца если dt достаточно маленькая то площадь приблизительно можно посчитать по такой формулы и так площадь есть квадрат косимуса есть поэтому сила от сопротивления который оказывает это колечко потоку частиц это есть 2пт dt делит этот список с точки в квадрате мы должны теперь по всем колечкам сложить то есть взять интеграл от нуля до r радиус основания внешнего и так мы должны минимизировать этот интеграл мы найдем эти функцию x для которой этот интеграл самый маленький ну мы привыкли находить минимуму функции минимум функции 1пт ну можем найти минимум функции двух переменных частные производные по одной переменной по другой должны другую здесь нам нужно найти минимум в бесконечном мерном пространстве функции то есть мы должны найти не точку напрямую или на плоскости а мы должны найти ну в каком-то смысле точку в пространстве функции на же эти функции для которых интеграл минимальность оказывается что эти задачи вообще говоря они намного сложнее чем найти минимум функции одновременной ну вот собственно в следующий раз мы это и увидим а пока вот задача выглядит таким образом надо найти минимум такого интеграла ну при условии что x от нуля равен нулю у нас же функция выходит из нуля а x от нуля равен нулю у нас получилось так называемая простейшая задача резонного исчисления вот простейшая звучит как издевательство но это так такой сложившийся диагноз так называть простейший что ну в общем да в общем да но мы как бы даже обращать внимание будет решить так получится вот да и среди гласпути мы даже не находимся ньютона задачу решили мы ее будем решать несколько другим способом уже более современных и решение получилось вполне такое себе интересное оно получилось несколько неожиданно дело в том что функция x согласно решения ньютона ньютона она не будет монотонно возрастать она сначала будет равна тождественному нулю а потом только оторвется от оси у т и начнет возрастать вот этот угол 45 градусов то есть она даже не будет дифференцирована в ну соответственно симметрично вот так выглядит поверхность ньютона оптимальная поверхность ньютона ответ странный мы как-то не видели ракет с тупым плоским концом но на самом деле ничего удивительно в этом ответе нет действительно оптимальная поверхность не может иметь астрия мы получили с вами такой подозрительный ответ то есть у него конечно не получили мы получим первого знака ну представимся то что мы решаем решаем эту задачу получили такой ответ даже доказали что это именно поверхность которая имеет наименьшее сопротивление получили уравнение ее вот то есть формула вот этой функции но как-то ответ в общем кажется нам немножко неподоподобным давайте сделаем качественное такое исследование почему оптимальная поверхность действительно не может иметь астрия мы предположим что оптимальная поверхность имеет острие то есть какая то вот вполне такая ожидаемая форма у нас мы сейчас возьмем самый-самый конец отрежем и его увеличим сделаем сильный зум вот это вот если мы будем предполагать что функция у нас все таки дифференцирована она приближается прямой линии маленький конец он будет очень похож на обычный круговой конус значит вот этот круговой конус есть просто увеличение вот этой маленькой концы круговой конус с углом между образующей и плоскостью основания альфа чему равно сопротивление этой поверхности а мы знаем как его считать сопротивление оно же пропорциональной площади на косинус куба этой площади либо площади проекции на косинус квадрат ага ну проекция боковой поверхности это просто вот этот круг а угол-то везде одинаковый боковая поверхность везде образует один тот же угол замечательно таким образом сила сопротивления равна вот эта константа ценой в которую мы собрали там все и плотность и скорость и массу константа ценой умножить на радиус р будет р маленькая умножить на пир квадрат и умножить на косинус квадрат альфа вот такая вот такое сопротивление поверхности вот сейчас мы поверхность испортим таким образом чтобы сопротивление не уменьшилось и так мы докажем что оптимальная поверхность я рядом давайте а рядом нарисуем как мы собираемся портить поверхность значит высоту менять нельзя основание тоже менять нельзя основание то же самое там где был острием там я вставлю пятачок будет маленькая окружность радиуса эпсила и соединим верхнее основание с нижним просто усеченный бонус получится оказывается что этого струк понятно значит вставили этот пятачок вместо острия и немножко раздвинули образующие так чтобы у нас получился получился усеченный конус угол здесь получился альфа плюс бета бета если маленький уголочек немножко подросток какая теперь площадь какая теперь сила здесь итак f штрих так ну сначала сам пятачок оказывает сопротивление ну понятно какое это c0 на 2 на пи f в квадрате и все это поверхность горизонтальная так что космос угла равна равной низнице умножить так ага теперь плюс плюс боковая поверхность ну проекция боковой поверхности это тот же самый круг просто за вычетом вот дырки в виде этого пятачка да пятачок мы уже учли в первом слагаемом у нас получается теперь второе слагаемое c0 на площадь значит pi r квадрат минус pi epsilon квадрат и умножить на новые уголы на косинус а а а ко а посинус квадрат да а а а ну сразу предлагается все что связано с vicinity квадратами убрать отдельно это число очень маленько и это маленькое число а Нас интересует только то, что нас интересует, только существенная часть. Значит, это получается цена πr квадрат на косинус квадрат альфа плюс бета плюс, как говорится, О большое от епсин квадрата. Так, не больше, чем константы на епсин квадрат. Что такое угол альфа плюс бета? Ну, как здесь увидеть в разрезе, вот у нас угол альфа, вот мы немножко подвинули на епсин, и образовался у нас еще угол бета. Ну, понятно, что угол бета где-то констант какая-то умножит на епсин. Что касается косинус квадрат альфа плюс бета, Это, опять-таки, приблизительно косинус квадрат альфа плюс производная косинус квадрата умножить на превращение, умножить на бета. Производная косинус квадрата, 2 косинус на синус, то есть синус 2 на влах, синус 2 альфа умножить на бета, на превращение аргумента. Бета – это ц умножить на епсин. Вот у нас насколько сместился здесь косинус квадрата. Был косинус квадрат альфа, а стал косинус квадрат альфа плюс вот такой еще довесочек. Ну, на самом деле, не плюс, а минус. Да? Потому что косинус вырос, то есть угол вырос, а косинус уменьшился. Итак, значит, f штык – это есть f, то есть то, что было, минус синус 2 альфа умножить на с епсила плюс о большой от епсила квадрата. И это величина меньше, чем f. Потому что епсил на квадрат гораздо меньше, чем епсил. Епсил маленький, поэтому квадрат есть величина очень маленькая по сравнению с епсилом. Таким образом, если мы вставим вот здесь такой маленький пятачок радиус епсила и, соответственно, раздвинем образующее, то от этого сопротивление меньше. Как ни странно, это вполне подобно. Никакого острия там просто быть не могло. Вот это решение, ответ этот вошел в учебнике, в любом учебнике по эволюционному исчислению, по оптимизации вы найдете этот ответ. Решение тоже примерно везде очень близкое, с помощью принципов по эволюционным исчислению, которые мы сами в следующий раз с которыми познакомимся. Ну и вот, что называется, прошло 300 лет. В 1993-м году. Жозебр Бутац. И Бернард Кавол. Путация из университета Пиза, а Кавол из университета Кернена. Написали статью и большую заметку, где они привели пример поверхности с теми же данными, с той же высотой и тем же круглым основанием, у которой сопротивление на полтора процента меньше, чем у нитонской поверхности. Ну, на полтора процента, конечно, чуть-чуть, но ведь у нитонской поверхности всю жизнь считалось, что она имеет наименьшее сопротивление. Как это могло быть? Что случилось? Непорядочность отношения. Нитон не ошибся при этом. Что вы говорите? Ну, и, к примеру, не является парядочностью отношения. Совершенно верно. Совершенно верно. Удивительное дело. Вообще говоря, во всех экстремальных задачах ответ, ну, понятно, что он должен быть симметричен. В основном из-за периметрического неравенства, то есть среди всех кривых данного, данных длинных антиток, которые охватывают наибольшую площадь. Понятно, что ответ кругов. Какой же еще? Он должен быть симметричен со всех сторон. Поэтому Нитон вообще честно написал. Он написал, что действительно среди всех поверхностей вращения, других он и не рассматривал даже, так по всей видимости он даже и был уверен в том, что только поверхность вращения может дать экстремальное значение наименьшее сопротивление. Более того, если получается, что неповерхность вращения дает наименьшее сопротивление, то вообще говоря, у нас серьезные неприятности, потому что получается, что оптимальная поверхность теперь уже не единственная. В том смысле, что вот мы теперь можем ее поворачивать, и формально это будет разной поверхности. То есть это будет, конечно, поверхность та же самая, но все-таки повернута под разным углом, поэтому она будет сдаваться разными равнями. Значит, задача будет иметь уже не единственное решение. Задача, которая имеет не единственное решение, уже очень плохо решается, даже приближенно, даже алгоритмически. Ну, давайте сейчас посмотрим несколько картинок. И, наверное, надо погасить свет, да? Я руку, я руку. Так, где можно погасить свет? Кто знает, где гасится свет? Сейчас мы посмотрим... Ну, вначале мы посмотрим на поверхность Ньютона, на само это Ньютоновское решение. Так. Поверхность, она... Ее вид везде подобный, но как бы она... Есть, конечно, соотношение радиуса и высоты. Вот, когда радиус равен высоте, получается вот такая. Такой вот данный цветочный горшон. Если мы сейчас увеличим высоту, то будет вот так. Эта поверхность, на самом деле, как бы зовется одним и тем же уравнением, просто у нас меняется, меняется при переменке. Значит, чуть-чуть вот маленький, маленький плоский участок сверху, но и все равно будет дальше вот такая. Значит, поверхность вращения. А если, наоборот, уменьшить высоту, получится вот такая вот практическая кастрюля. Вот, удивительное дело, вот при данных параметрах, при данной высоте и радиусе основания, она имеет наименьшее сопротивление. Невероятно, хочется ее так заострить, но память, что вот эта фигура будет иметь наименьшее сопротивление. А вот поверхность бутация кого? Вот такая. Так называемый отверток. При определенной высоте они взяли фигуру наименьшего сопротивления, они даже не доказали. То есть, они доказали существование, единственность ее при заданной высоте и заданном радиусе основания. И то, что она будет иметь так и видеть. Это компьютерная моделировка, это компьютерная расчет. Точные формулы они не получили, точные формулы не должны сходить. Что будет, если аналогично поверхность бутона, как мы только что делали, уменьшать высоту? До поры до времени эта поверхность так и останется такой отверткой, только такой более сплюзнутой. Но в один момент, в одну из высот, произойдет переключение. Вот, значит, давайте такую картинку. Значит, первая отвертка та самая. И вот в один из моментов пройдет переключение. Здесь не очень хорошо нарисовано. Значит, сверху будет правильный треугольник. Значит, будет поверхность, которая будет дыреть сверху для отреза. этот отрезок это в каком-то смысле правильный двухугольник. А это будет правильный треугольник. При данной высоте, таким образом, единственная снаружи, поэтому стоят уже две. Одна справлена треугольник, Forever. После этого мы начнем уменьшать. Сверху будет правильный треугольник. Снизу по-прежнему в общем. Такая сглаженная выбухлая пылоч be realized. И дальше в один из моментов этот треугольник превратится в квадрат. После этого он превратится в правильный пятиугольник и так далее. Дальше он пройдет по всем чисто натурального ряда и в пределе устремляться трудно. Вот такая здесь ситуация. Мало что доказано, на самом деле. То есть в каких-то случаях доказана единственность, в каких-то случаях доказано существование. Буквально месяц назад пришла замечательная история моих коллег Зеликимов-Луциевского, которые существенно продвинулись в этой задаче. А вот, конечно, самое интересное, хоть что-то понять, о том, как поверхность устроена. Ну, хорошо, ну, существенно, да, надо, допустим, даже она будет иметь правильный пятиугольник. А дальше что? Кроме этого правильного пятиугольника, какие-то еще плоские участки там будут? Какие, так сказать, площади будут, если они есть? Был этот мир, как там все творили, был этот мир, кромешно тьмой опутан, и вот, да будет свет, явился Ньютон. Но Сатана недолго ждал реванша, пришел Мштейн, и что? Стало все как раньше. Стало все как раньше. Совершенно верно. Значит, первые две строчки – это эпиграмма, такая хвалебная эпиграмма на Ньютона 18 века, поэт Джона Поупа, и близко. А вторые две строчки добавил уже в 20 веке поэт Джон Склайер. Все по-английски, естественно, это мы переводим в Шатан. В данном случае пришел не Эйнштейн, а пришли квутации Каву. И стало все как раньше. Значит, на данный момент задача не решена. У нее есть несколько подходов к решению, которые мы с вами с вами и которыми мы будем обладевать. Эти подходы, они хороши тем, что они, конечно, применятся не только задачами Ньютона, но и еще и квадромным количеством разных этих задач. Значит, в следующий раз у нас будет с вами элемент эволюционного численности, мы научимся находить экстремальные значения разных интегралов, и мы посмотрим, как они там меняются в жизни. Да, будьте добры, Светл. Сегодня мы посмотрим, каким образом мы, ну, по крайней мере, начнем, потому что нам еще надо доказать теорему Менковского. Как здесь может помочь теорему Менковского? Прошу прощения, а доказано существование оптимальной поверхности? Доказано существование оптимальной поверхности, да. Доказано, что... В ряде случаев доказана единственность. Вот, на самом деле, то, что вот она так будет меняться, по-моему, доказано только для первых вот этих фигур, там, топ-пятиугольника или шестиугольника, дальше. По всей видимости, то же самое, но, по-моему, это до сих пор не доказано. Вот. Общий вид поверхности неизвестно, как она вообще будет выглядеть, как нам равен не издается. Это непонятно. Вот. Так, обратно к теорему Менковского. Значит, что же у нас получится? Если мы представим себе, что мы хотим приблизить, мы хотим получить оптимальную, ну, давайте, для начала не поверхность, а хотя бы многогранник. Ну, вот, какой-то многогранник из большого количества ряда, ряда, с такой вот чешую. Допустим, у нас все вот эти НИТ и ДАНИ. Вот, сделаем вот такую, как Ежа. Тогда мы получим, что сила сопротивления равна С0 умножить на сумму СИТа, то есть СИТа – это площадь ИТой грани, умножить на площадь в кубе АИТа. И от единицы до Н большого. Мы должны для данного Ежа, например, мы должны найти площади, которые у нас вот эту сумму минимизировали бы. Ну, а если уже от многогранника перейти к поверхностям, с учетом многогранника, а это уже поверхность. Ну, естественно, эту сумму надо будет заменить на интеграл. Итак, Ф-сопротивление – это и есть С0, интеграл по С, по сфере. Теперь давайте смотреть. Значит, вместо СИТа уже у нас возникнет мера. Значит, косинус в кубе – это не что иное, как Х на Е в кубе. Е – это просто единичный вектор по вертикальному направлению. Значит, косинус – это не что иное, как Х на Е в кубе. На Д-ми. Все. Что, какие меры нас интересуют? Естественно, что нас интересуют меры, которые сосредоточены только в нижней полусфере. Значит, теперь это уже никакая не поверенность. Это обычная наша родная сфера единичная. Только мы смотрим на нижнюю полусферу. На нижней полусфере надо найти меру, для которой бы этот интеграл был ныненьше. Выглядит несколько пугающе, но заметим, что ведь эта задача, в этой задаче, вот эта функция, она вообще известна. То есть, она известна вообще в каждой точке сферы. Значение функции, ну, это просто вот у нас точка Х, а вот у нас, собственно, косинус А, ОА. То есть, это ОА в кубе. Ну, вот, вот эту функцию мы просто знаем. Почему же проще? А неизвестна мера. Значит, надо меру распределить по сфере таким образом, чтобы этот интеграл был ныненьше. По этой мере, задача линейная. То есть, это вообще линейная функция. Ну, найти минимум линейной функции, ничего не представляет труда. Минимум линейной функции, это как-то должен быть... Представим себе, что мы находим минимум линейной функции одной переменной на отрезке, которую мы находим. Производа нигде не обращается в доме, значит, либо один конец отрезки либо другой. То же самое, если мы находим минимум линейной функции на плоскости, а двух переменных, какой-то фильтровый. Здесь, конечно, у нас меры, то есть, пространство бесконечно меры, но тем не менее. В чем вся сложность здесь? Сложность в том, что среди каких мер мы ищем? Ну, как уже было сказано, значит, мера у нас должна быть сосредоточена на нижней полусфире. Очень хорошо. Дальше. Что еще? Вот высота ровно h. Эта мера должна должна соответствовать выпуклому телу, у которого высота ровно h. Вот как это в терминах меры вылезет? Вот это вопрос, на котором все застряли. Ну, а потом я еще немножко абсурден. Значит, в каждом мере соответствия выпуклотила тела очень хорошо. Да. Мы можем как-то там его построить. Тогда как в терминах этой меры можно понять, что у этого тела высота равна h, или хотя бы не больше h. Сейчас мы отвлечемся на то, что дадим доказательства Теременковскому. А потом мы к задаче не будем гадать. Значит, я потихонечку начну стирать. И начнем мы с того, что спросим, попросим, чтобы кто-нибудь рассказал нам все-таки, как же решается упражнение с тремя окружностями на плоскости. Тремя окружностями на плоскости. И почему же все-таки существует треугольник из трех касательно к этим окружностям? Так что точки касания лежат в середине, в стороне. Чем же это не решило? Я решил просто для непересекающихся. Что? Только для непересекающихся. А, ну для непересекающихся так? Ну, надо отображение рассмотреть, когда проводим правую касательную точки и отражаем. И вот нам надо доказать, что три отображения таких в композиции имеют неподвижную точку. Ну, а большую окружность она как бы переворачивает. Ну, там по непересекающейся только есть. Ух! А непересекающиеся должны быть, потому что внутри окружности там отображение понятно, как тут будет. Вот, ну, только как-то ждественно можно определить, что нормально. Ну, я понял идею, да, так тоже. Такое, сложно, да, решение. Давайте просто окружность касающаяся трех рассмотрим. Так. Ну, она в одном слове решается. Максимальный площадь, но треугольный самый? Ну, конечно. Мы берем треугольник максимальной площади. Среди всех треугольников с вершинами на данных окружностях, то есть, первую очередь, на одной, вторую очередь, на двадцать. Мы из всех таких треугольников выберем треугольник наибольшей площади. Он существует в силу компактности. У этого треугольника наибольшей площади касательной к окружностям обязаны быть параллельны этим адресам. Параллельны сторон треугольника. И так не может быть серединный треугольник. Почему параллельный? Предположим, что, например, касательно в точке Б не параллельна стороне АС. Если она не параллельна, в одной точке причине есть, значит, где-то куда-то вторая. То есть, она вылезет за эту окружность. А, значит, на окружности будет точечка с другой стороны от этой прямой. Так что высота будет больше, а значит, в большей точке. То есть, решение просто взять треугольник наибольшей площади и все. И решение на этом закончилось. Теорема существования с помощью теории экстрементов. вот такой мощный метод доказательства, который используется, например, в матфизике. Это очень популярный прием. Если нам удалось задачу, если мы хотим доказать существование какого-то объекта, если нам удалось придумать задачу на минимум или на максимум, у которого этот объект будет решение, значит, мы эту задачу приведем, а потом, скажем, решение существует. Ну, например, с компактности. Классический пример. Ну, еще пару примеров таких рассуждений. Да, кстати, вот такое упражнение для себя запишите. А что будет аналогом этого утверждения для четырех сфер пространства? То же самое. Четыре сферы, каждый перевели по касательной плоскости, надо, чтобы эти точки были чем на граних. То есть здесь как бы сформулировать сам факт, какой будет аналогичный факт в трехмерном пространстве. Ну, вот теорема Бергофа о существовании нугольного бильярда. Было сегодня замечательное занятие. В частности, я в том числе все, кто-то там был, а там и Бергоф применялся, и залитый был по бильярдам. Но я же прав, свелать теорема не было. Дана выпуклая кривая. То есть дана кривая, ограничивающая выпуклое множество и кривая-платка. Тогда для любого н больше равен трех в этой существует бильярд. То есть существует нугольник, у которого угол падения равен отражению в каждой точке. Вот я нарисовал бильярд для шестиугольника. Для любого н такой бильярд существует. Давайте придумаем задачу экстремальную, которую этот бильярд решил. Периметр. Периметр должен быть какой? Максимальный или минимальный? Ну, минимальный вообще в точку собирается, а? Максимальный. Совершенно верно. Среди всех н-угольников с решением на границе мы выберем н-угольник наибольшего периметра. Он существует. Этот н-угольник наибольшего периметра будет обладать таким свойством. Почему будет обладать таким свойством? Ну, потому что если, например, углы разные, проведем касательную и получили, что углы разные, ну, тогда мы отразим одну из вершин и получим, что эти три точки оказались не на прямой линии. Не на прямой линии. Значит, чуть-чуть пошевелив, чуть-чуть отойдя вдоль этой кривой, можно уменьшить периметр вот эта сумма этих двух отрезков. И у нас получится, что периметра не минимальная. То есть, что этот, что, нет, наоборот, можно увеличить. Увеличить, да. Значит, чуть-чуть сместившись, можно увеличить периметр. Вот существует одна вещь в связанности рембергов, о которой мне до сих пор непонятно, не знаю, как это объяснить. Значит, для выпуклой, гладкой кривой бильярд это есть фигура максимального периметра с инцехом. А треугольник, конечно, не гладкая кривая. Поэтому для нее для него терембергов не верна. Но в треугольном треугольник и бильярд существует даже единственный. Треугольный бильярд. Какой? Совершенно верно. Если мы возьмем основание висок, это будет орто-треугольник, вот это знаменитая теремба фаньяна, о том, что орто-треугольник является единственным бильярдом. Треугольник. В треугольнике можно доказать. Ну и по тереме фаньяна он является треугольником минимального периметра. Странно. Вот смотри, в треугольнике решим задачу минимального периметра, а в фигуре максимального. Это дискомнин тупогое. В чем дело? Еще раз почему? Максимальный периметр. Значит, мы берем максимальный периметр, хотим доказать, что эти углы равны. Хотим доказать, что эти углы равны. Предположим, эти углы неравны, тогда что мы делаем? Мы отражаем и утверждается, что при движении в одну из сторон, ну фактически по этой прямой, да, чуть-чуть сдвинувшись по этой прямой, мы можем увеличить увеличить периметр. Можем увеличить периметр. Да. И вот ни один угол получается там больше или меньше другого. Значит, пересекая первую. Если пересечь, да, что-то, слушайте, я не помню даже. Ладно, давайте этот вопрос пока осталось. Осталось пять минут. Так, вот здесь максимальный периметр здесь поднимаем. Ну вот еще один пример теории Менковского Радона. Теория Менковского Радона от точки уравновешенности вытуклой фигуры. Вот произвольно дана вытуклой фигуры. взяли точку внутреннюю точку О провели произвольную через эту точку прямую, которая высекает отрезок. Ну, получается у нас два отрезка ОА, ОВ. Хотелось бы, чтобы отношение большего к меньшему было не очень большое. Причем делю их для всех прямых. Не очень большое. Ну вот это отношение, чтобы было равно единице, не получится. А только для центрально-симметричных фигур можно. Вообще говоря, такой точки нет, чтобы эти отрезки ОВ были равны всегда. Но оказывается, что можно найти точку, она всегда существует, для любой прямой это отношение не превосходит двух. Вот такая точка всегда существует, какую бы прямую ни провели, вот такая точка равновешенности для любой фигуры. Число два здесь не улучшаем. И пример в данном случае треугольник. В треугольнике число два уменьшить нельзя. И более того, даже числом два только одна точка существует. Все смотрит как А. В медианке. Совершенно верно. До точки пересечения медиан это соотношение достигается в данной двойке, когда прямая проходит через вершину, а в остальных точек она меньше. Ну, что может быть аналогом для любой выпуклой фигуры? Ну, понятно, что, наверное, вы не скажете центр тяжести и будете правы. Центр тяжести обладает этими словами. Только доказательные просторы. И вообще рассуждение центром тяжести визуального выпуклой фигуры очень сложно. А вот доказать, что такая точка хотя бы существует, можно очень просто. Опять-таки однословно. Надо опять свести это утверждение к какой-нибудь экстремальной задачи. Давай попробуем догадаться. Одну минуту. Вот вот такая нам нужна точка. Все отношения для любой прямой происходили к нему. Вот не случайно там треугольник выполняли. Решение здесь вот как бывает. треугольник наибольшей площади. Совершенно верно. Среди всех треугольников вписанных в данную в данную в мы найдем треугольник наибольшей площади. У этого треугольника наибольшей площади будут точно такое же свойство. Касать касательно к этой фигуре ну или атакой прямой это важно. Они будут параллельны сторонам треугольника. Тоже самый аргумент вот здесь. Тогда проведя любую прямую прямую да мы берем конечно точек причинам диаметра треугольника значит точек причинам диаметра треугольника наибольшей площади значит проведя любую прямую мы видим что один отрезок у нас уменьшился значит был такой и стал такой второй отрезок у нас увеличился а отношения у них по-прежнему не превосло другое то есть отношения в точности стало равно двум да один после того как один уменьшили второй уменьшили поэтому получается что точек причин и медиан наибольшая по площади треугольника здесь здесь гонится ну а теорию Менковского а в теорию Менковского мы поступим так еж нам задан заданные числа я не буду обозначать S потому что S это у нас будет зарезервировано за площадями площади площади какие получатся такие получатся а это желаемое значение площади естественно должно выполняться условие иначе ничего не будет а это умножить на л равно и мы хотим доказать существование многогранника с данными площадями и с данными направлениями грани перпендикулярно сторонам дижам делаем следующее на иной стороне дижам мы откладываем отрезы длины аж и проводим плоскость химокер передипулярно получаем многогранник этот многогранник конечно же будет зависеть от чисел h1 и так далее hn каждому набору положительных чисел соответствует все многогранник ага тогда рассмотрим многогранник максимального объема естественно что на h нужны какие-то условия потому что если h брать очень большие то и объем будет очень большой значит как-то надо его ограничить ограничим мы вот как сумма аит на h и равна единице рассмотрим вот такую экстремальную задачу ее решение нам даст не совсем многогранник гетона мюнковского но хотя бы гомотетичное потом можно и но и и получим второе решение но по крайней мере существовали вот с единственностью вопрос другой но мы тогда завтра с вами продолжим доказательства на первых 15 минут мы терем и доказательства закончим все сегодня завтра вам дурн аплодисменты